Шалом! Мы с вами сегодня начинаем книгу Йона. Думаю, что мы за два-три занятия ее разберем. Кто такой был Йона Бенамитай? Один из пророков, который у нас фигурирует где? В какой книге? Сколько книг есть в Танахе? Там есть Йона из двадцати четырех. Есть книга, которая называется Треасар, дословно это двенадцать. Двенадцать. Имеется в виду двенадцать малых пророков. Йона это пятая книга. Интересно, что она идет сразу после книги о Ваде. Есть такой пророк тоже малый. Чем он замечательный? Авраам, помнишь еще? Да. Что такого выдающегося именно у Ваде? Чем он выделяется от всех остальных? Он был не евреем, во-первых. Это единственный пророк не еврей, пророчества которого вошли в Танах. Он стал потом? Он Гер. Нет, не потом. Когда он это говорил, он уже был евреем. Почему говорит он не еврей? Гьюр. Потому что, в принципе, мы видим, что пророчества несут именно евреи. И когда мы говорим про Овадьо, то мы говорим, что его пророчества предназначены для... Эддома. Эддома. Исключительно для Эддома. Не только для него, но для не евреев. Там Уав тоже упоминается. Только мы сказали, что была книга о Ваде, которая была направлена целиком для не евреев. Здесь у меня очень своеобразная книжка, которая называется книга Сефир Йона. Почему мы сейчас ее разбираем? Потому что ее читают в Йом-Кипур. Ее читают на Минху в Йом-Кипур. Почему ее читают на Минху в Йом-Кипур? Потому что там основная тема Чува. Могу добавить еще одну причину, если хочется. В Йом-Кипур бросают гораль. Жребий. Помните такое? На кого бросают жребий? На козла. На козлов. Есть два козла. Один попал. И второй попал. Куда попал один? На жертвенник. Куда попал второй? На скалы. Его сталкивают со скалы Козозелю. Все это? Каждый емкий. Что? Каждый емкий. Каждый емкий. Это не единственный курбан, который не доходит до твоего желудка. Курбан Ола. Есть такой курбан всесожжение. Его обычно называют. От него ничего не кушают. Вообще. И не плачем мы. Ой, сколько жаркого ушло. Есть функция? У всего в этом мире есть функция. Какая функция у тебя? У меня? Да. Не у козла. Платить на ноги. Ой. Ой. Слушай, ты не из Америки. Зачем... Зачем Всевышний сделал, чтобы ты был в этом мире? Да. Зачем Всевышний сделал, чтобы ты был в этом мире? Это не цель. Это инструменты. Это не цель. Это очень хорошие инструменты. Мы должны это делать. Потому что иначе мы не сможем выполнить свою функцию в этом мире. Но это инструмент. Зачем? Служить Всевышний. Выполнить свою миссию. Какая миссия? Служить Всевышний. Какая миссия? Я сейчас это и спрашиваю. Нет. У еврейского народа какая миссия? Служить Всевышний. Одна миссия. Мы часть... И я, и ты, и Шимон. Мы часть одного и того же народа. И в этом отношении у нас миссия одинаковая. Ты прав. У каждого есть дополнительные способности и дополнительные требования. И каждый что-то свое привносит. Я сейчас говорю на уровне еврей. Еврейский народ. Даже каждый еврей в частности, как часть еврейского народа. Какая функция? Научить и показать другим народу, как... Открыть Всевышнего в этом мире. Да. Я не должен показывать это другим народам. Они просто это видят. Я должен показывать это себе. Я должен в этом мире привносить по мере возможности Всевышнего. Естественно, что если я это буду делать правильно и хорошо, то другие народы увидят и скажут о. Но моя цель не показать им. Моя цель сделать. Это моя работа. Даже если они это увидят и все. Бессендер, это их проблема. Ты делаешь это не ради них. Ты делаешь это потому, что Всевышний хочет, чтобы раскрыли его здесь. Как ты это делаешь? Через учебу Торы, через заповеди. Ты прав. Но это инструменты, которые у нас есть. И естественно, что мы говорим, что здесь у меня должна быть ЧУВА. Почему ЧУВА? Что такое ЧУВА? Дословный перевод мы уже говорили, поэтому... Тристан. Что? ЧУВА, дословный перевод. А? Возвращение. Возвращение. И ответ. Ответ. Он по большому тоже возвращает тебя к пониманию. Ответ тоже возвращение своего рода. Когда мы говорим про ЧУВУ, то здесь у нас ЧУВА не еврейского народа. Мы сказали, предыдущая книжка вообще была ЦФАНЬЯ, которая была вся целиком направлена для не евреев. Йона, для кого он предназначен? Для евреев или для не евреев? Йона для евреев. Кому посылают Йону? Не евреев. Не евреев. Не евреев. Для кого она? Для не евреев. Он пророк же еврей. Пророк еврей. Ну, так я от вас хочу услышать псевер. Почему еврейский пророк идет при евреях? Умм. Сэфер Йона. Кому она обращена? Мы сказали, для тех, кто сейчас зашел, можете взять, кому хватит книга Йона с комментариями, кому не хватит без комментариев. Есть еще несколько штук здесь с комментариями. Когда мы говорим про Сэфер Йона, он идет пятым в Малых Пророках, в Триасар. После того, как у нас было пророчество. Кого? Элья. Кого? Сэфер Йона. Ммм. Единственный пророк Гер. В Ваде? В Ваде. Сына? После Ваде, которая была через Гера для не евреев. Сейчас у меня идет через еврея. Казалось бы, для не евреев на самом деле и для тех, и для других. Этот вопрос спрашивается не только здесь. Когда в книге шмот разбирают, для кого казни? Десять казней. Для кого они? Для евреев. Они для всех. Вот там такие споры, столько копий сломали за последние несколько тысяч лет, чтобы каждый доказал свое. Или это сделано для евреев на примере не евреев. Или это сделано для не евреев, потому что заслужили. Все вместе. Или все вместе. Я в данном случае смотрю, да, здесь можно немножко поспорить, для кого в большей степени это было. Я думаю, что с точки зрения многих поколений понятно, что это в большей степени для евреев. Но... Кого? Египтян? Казни наказывали не евреев. Мы сказали для евреев. Чтобы они видели, что Всевышний наказывает за плохие поступки. И когда мы видим книгу Йоны, то у нас здесь город Нинве большой или нет? Да. Точно? Небольшое написано. Сначала его строили небольшим, а может он стал большим? Позже. Я забил просто самый хитрый, самый конец. Концент. Последний пасук. Кажется, 400 тысяч. 120 тысяч, которые не разделяют между право и лево. Детей. И наиболее распространенный комментарий, что это дети. Смотри, есть комментарии, что это, так сказать, большинство людей были неграмотные, поэтому не различали. В любом случае, мы говорим про то, что это город сотен, многих сотен тысяч. Понятно? По сегодняшней меркам вы, конечно, можете сказать, ну что такое, ну город несколько сот тысяч, ну и что. Раньше тоже говорили, сколько вышло из Израиля 600 тысяч евреев, это было очень-очень много. 600 тысяч очень много. Ну 600 тысяч это было, они жили, извините, в итоге не в одном городе, они расселились по всему Израилю. Сколько вышли из Израиля? 3 миллиона. 600 тысяч мужчин. Мужчин? Мужчин. Старше 20 лет. Людей сколько? 3 миллиона. 3 миллиона. Людей вышло где-то 2 с хвостиком. Мужчин, что 2,5-2,7? Не, на 2,5-2,7 я думаю не тянет, скорее где-нибудь в районе 2, максимум 2,4. Я объясню почему. У тебя есть 600 тысяч, потом эти 600 тысяч умерли, и 600 тысяч, которые были не в счет, стали в счет. Вот. То есть сколько было мальчиков к тому моменту? 600 тысяч. То есть миллион двести мужчин. Все это? У каждого по 2-3 жены. Если бы у каждого было по 2-3 жены, то в таком случае видимо количество детей было бы в соответствующей пропорции. Если такой пропорции нету, а мы видим, что детей до 20 лет столько же, сколько взрослых от 20 до 60, то это... У каждого по одной жене? Не, подожди. Наврал. То, что мы потом увидим 600 тысяч, часть из них родилась уже в пустыне. Потому что в пустыне 600 тысяч, которые, мы сказали, взрослых было, это те, которые выросли, включая те, которые 20-летние, которые родились через 20 лет. То есть около 2-х миллионов было. Плюс-минус. Ну неважно. Очень много. Спора нету. Но сейчас мы говорим про один город. Да, город-столица. Столица большого государства на тот момент. А? Ассирия, да? Ашур. В котором сотни тысяч человек, а если мы скажем, что это только маленькие дети. Как Радак пишет, это малолетние, несмышленные младенцы, которые не умеют отличать свои правые руки от левой. И нет за ними греха, подчеркивает он, и не положено им наказание, но из-за отцов своих они страдают. И поскольку отцы раскаялись, то и на детей кара не распространяется. С это? То есть, на самом деле, конечно, ну Радак еврей, так как ни странно, Радавид Кимхи, у евреев не могло быть такого понятия, что ребенок не знает, что такое право-лево. Почему? Ребенок. Что? Ты. Ну ты... Ты сейчас, по-моему, самый младший здесь. Бенни, ты младший? Восемнадцать. Ему тоже. Мне тоже. А, Искаку тоже восемнадцать. Какой месяц? Кто в каком месяце родился? Быстро? Наябрь. 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 По-еврейски сказать слабо? Хешван. Хешван. А? Швадь. Швадь. Ия. 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 Июль. Ага. 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 Ну, мы выяснили, кто у нас самый младший. Искак будет самым младшим. Товарищ самый младший. Филин одевал хоть раз? Да. Странно. И сегодня? Да. Какой молодец, а? А? Лично. Тут даже кошерные свидетели сразу подтверждают, поэтому и не поспоришь. На какую руку ты одевал? На левую. Ну, знает. Любой еврейский взрослый человек, и даже ребенок, который большой ребенок, он прекрасно знает, что такое право, что такое лево. Русскую литературу читали про Петра Великого? Как маршировать учили? Я читал Майнкамп. Беседер. Значит, как учил Петр маршировать правой-левой? Слева-лево. А? Слева-лево. А? Что с правой? Они не знали, что такое право и что такое лево вообще. Он привязывал к правой ноге сено, к левой солома. И это звучало сено-солома. Сено-солома. Сено. Сено. Сено-солома-сено. Не левой-правой. Почему? Никто из этих крестьян вообще понятия не имел, что такое право-лево. Да. Военные. Обычно было такое понятие полк. Правый полк, левый полк. И в России знали, грамотные, что такое право, что такое лево. Неграмотный крестьянин этого понятия не имел. Поэтому я здесь с Радаком немножко поспорю. На основании познаний российской истории я подозреваю, что вполне возможно, что и в Ассирии было что-то похожее. Потому что сказать, что там было только 120 тысяч младенцев, это мы должны сказать, что в этом городе население было минимум несколько миллионов только на этот город. Таких городов в древности не было. Многомиллионных. Рим в какой-то там период с самого расцвета у него там было около миллиона. Поэтому, если мы скажем, что 120 тысяч неграмотных, плюс сколько-то грамотных и так далее, то есть несколько сот тысяч столица государства вполне себе прилично звучит. сейчас я начну с вами читать пасук-пасук. Сегодня мы сделаем только первую главу. Здесь всего 4 главы, 48 предложений. 1 глава 16, то есть треть. Да. Почему не наемный, что идет в емкий пункт с гуланом деньги? Как? С гулана... С гулана... С гулана... С гулана... На деньги, на прибыль. На деньги, на прибыль. У меня ответ уже есть, хотя я первый раз это услышал. Для чего? Что это? Ну, для парняса. С гулана, для парняса. За что это коре... Айона? Не знаю. Я такое никогда не слышал. Может, за Айона отсутствует, чтобы попасть на корабль? Нет. Скорее, я думаю, из-за немножко другого, но в этой же главе. И было слово Всевышнего к Йоне, сыну Амитая. Всегда, когда у нас есть пророк и написано сын такого-то, это значит, что его отец тоже был пророком. Понятно? То есть, Амитая был тоже пророком. Юнабен Амитая, он упоминается еще в книге Млохим, но там, где говорится о расширении границ Израиля, мы сейчас то пророчество трогать не будем. Иди в Нинве, великий город, и скажи, что переполнилась чаша терпения. Или, если дословно, поднялась их злость, их злоба ко мне, передо мной. Казалось бы, что должен делать пророк? Пророк обязан, на самом деле, все, что он услышал от Всевышнего, он обязан пойти и сказать. Йона делает здесь очень странный финт ушами. Почему он это делает? Он не хочет сделать то, что сказал Всевышний и убегает. Вояком Йонали в рогах Таршиша Милухней Адонай, Верет Яфо Вим Цауния Ба Таршиш, Ветен Сехара Верет Ба Лавой Маем Таршиша Милухней Адонай. Он собирается сбежать в Таршиш, товарищ историк. Есть сегодня, некоторые говорят, что это или Тарс, или Тарсус, город в Малой Азии. Хотя есть мнение, что это в Испании. Что? Да, в Испании. Ты придерживаешься мнения, что в Испании. Понял? Это два мнения, которые фигурируют в разных... Там есть тоже Тарсус. Сына? В Греции нет? Созвучно с тем, кто в Греческом играет? Нет. А город был греческим, на самом деле, по названию это тоже слышно, но это Малая Азия. Фарсис, да? Фарсис на нашем языке? Не понял. На нашем языке это Фарсис? Нет, почему нет. Так. А есть цирк такой? Фарсис. А есть книга такая, Юна, и мы ее продолжаем. Мы видим, что здесь у нас происходит что-то очень интересное. Кстати, Раша говорит, что Таршиш это вообще не название города, а море. Есть некоторые, которые говорят, что это не море, а название острова в море, по которому называется. Ну, татаосов это может быть, корсунь, да? Корсунь, да? Корсунь, да? Корсунь, да? Корсунь, может быть? Может быть. Может быть. Говорят, да. И хочет он сбежать, всевышние же бросают бурю. Мощный ветер. Кстати, Руах это мужской или женский род? Кто скажет? Руах. 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 Мужской или женский? Руах. Руах. И мужской и женский. В ибрике есть некоторые слова, Руах, Шемеш и так далее, которые иногда мы их видим в мужском роде, иногда в женском. Вы что спросили? Руах это мужской или женский род? Рот. Какой род? Руах. Да. Руах, какой это род? Я ответил, женский род. Я сказал и мужской и женский. Хорошо. И Шемеш тоже. Есть еще несколько слов таких. И поднялась бешеная буря и корабль был уже на грани того, что он сейчас развалится. Как на иврите будет корабль? Ония. Есть два слова и оба будут фигурировать в этой книжке. Одно название Ония. Как пишется Ония? Алия. Алиф. Нун юдгей. Ония. Ония. Да. Там Камаз Хатав. Ага. Понятно? Ония. 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 Почему он убежал в Яфу, сел на корабль? Он знает, что от Всевышнего сбежать нельзя. Он понимает, что не получится изменить ситуацию. Он понимает, что если он сейчас придет, и они сделают шву, шва будет, может быть, неполноценная. Но это будет обвинением еврейскому народу, который очень часто пророков не слушают. Поэтому он говорит, что лучше пусть убьет меня. Но я не буду подставлять весь еврейский народ. Он смелый был? Да. Но у меня была история до этого, что он уже раздумывал в Минвее. Не было такая вещь? Нет. Если он боялся, что он туда поедет? Нет. Он говорит, что ему приходит шкипер, капитан. В современном языке это слово закрепилось. И что он ему говорит? Тоже фраза, которая стала летучей. Малиха нирдам. Ну, что ты тут дремлешь? Проснись и пой. Это по-русски. На иврите это Малиха нирдам. Малиха нирдам. Ма. Что? Лиха. Тебе. Нирдам дремает. Дремает. Что тебе дремается здесь? Малиха нирдам. Кум. Вставь. Кум. Край лукеха. Воззови своим богам. Может быть... А? Лукеха. Это множество? Да. Почему множество? Судя по всему, то, что мы видим здесь в описании моряков, он там был единственным евреем. Это немножко странно, на самом деле. Это тоже один из аргументов, которые говорят, что книга более поздняя, чем первый храм, потому что во времена первого храма большинство населения в прибрежных городах были евреями. Во время второго храма большинство населения прибрежных городов были греки. Сцена? И у них богов много. Тогда не было никакого другого монотеизма, кроме иудаизма. И он говорит, воззови к своим богам. Может быть, они нас спасут. Сегодня у нас нет методик. Точнее, большинство людей методики эти не знают. Есть определенные методики, как бросать жребий, чтобы это давало правдивый результат. Спички? А? Спички именно. Я приведу... А? Томаки? Да? Своего рода. Разрешенная. Я приведу пример, когда это сделали 55 лет назад. 55? Да ты видел. А? Не 50. Не, не, не 55. Я это не видел. И в Израиль я приехал вообще только в 23. Это было в Израиль. В Гуши Ционе, выездили туда несколько раз, большинство. Гуши Цион в 48 году пал. После боев и так далее, детей успели вывезти. Часть попали в плен, очень много людей погибло. Туда в определенный момент была послана Шайара Ламедгей. Ламедгей, перевод? Ламедгей. 30. Гей? 35. 35 человек, которые должны были привезти там и оружие, и боеприпасы, и немножко продовольствия. И они по дороге встретили мальчика арабского пастушонка. И его надо было. Надо было. А они его пожалели. И он побежал сразу в деревню. И оттуда послали в следующую деревню. Быкицы уже сделали им засаду. И все они погибли. И знали, где они погибли. Но доступ туда получили только после 1967 года. И Рав Ариэль Левин бросал специальный жребий по амстердамскому тонаху. Не важно, я сейчас не смогу, даже если у меня будет этот тонах в руках, это сделать. Я не знаю подробностей. Но у него была методика, по которой он сказал про скелет каждого из погибших, кто это. И каждого из них похоронили под своим именем. Все равно. И здесь мы видим, бросают жребий. Где мы еще жребий видели? Пурим. Гораль. Ее книга Иошуа. Ахан. Ахан. Два раза там было. Один раз это Ахан, когда мы выясняем, кто же украл ценности при штурме Иерихо. И второе, когда делили землю. Говорили, это колено получает такую-то землю. И после этого тянули жребий и говорили, жребий говорит, что это колено получает эту землю. То есть, вначале объявляли, и потом жребий это подтверждал. Значит, здесь они бросают жребий для того, чтобы понять, из-за кого. И ответ. Ответ они получают сразу. Почему? Написано, конец седьмого предложения. Вайполя Гораля, аль юна? Так почему не сразу говорить? А? Почему не сразу поговорить? Да, сразу. Сразу я говорю. Что ты такого натворил? Что из-за этого такое наказание? Откуда ты идешь? Что ты думаешь, из какой земли, из какого народа? Что у него не было кипа? Или они понятия не имеют, что такое кипа? А во-вторых, скажи мне, кипа понятно, что у него не было. Кипа достаточно позднее произведение искусств. У него был головной убор, но большинство людей, в большинстве народов ходили с головными уборами. Поэтому... Ты сегодня просто о евреу узнаешь хоть вам? Нет, почему? Не обязательно. Ну как будет завтра? Ну посмотри на пеню. Ты видишь, что он в кипе? Правильно. Дай ему воду, дай ему воду, что он посмотрит, он с вас не будет. Я не скажу, а еврея. А что, по-моему, я скажу, что... По этому поводу есть одна прикольная шутка в Гмаре. Совсем не смешная. Когда мужичок пришел специально в еврейскую забегаловку в Вавилоне. И ему подали еду, он покушал, там, хлеб, мясо. И ему дают счет. Мясо было действительно, ему очень понравился вкус. Такое, хорошее, жирное. И ему дают счет, там, в 4 раза больше, чем обычно. Он говорит, а что такое? Говорит, ну, ты же кушал самое дорогое мясо, свинину. Он говорит, ну, я же специально пришел к тебе. Говорит, а я не помню, кто, каждого, кто ко мне заходит за десятки лет. Я смотрю, дал тебе хлеб, посмотрел. Ты руки не помыл, благословять не благословил. Дальше делает шву. Что дальше? Секунду. И он говорит, я, еврей. Кстати, одно из первых мест, где у нас именно не сказано Бен Исраэль или Юуди, а именно написано Иври. У нас это было по поводу Авраама, Исхака и Якова, но они еще не были представителями народа. Как представители народа, это одно из самых первых мест, где у нас это упоминается. И он говорит, Всевышний, он создал небеса, и море, и сушу. Он все создал. Они нет, он знал. Если им говорят, этот бог создал море, почему греки поклонялись Нептуну? Посейдону, он же в римском варианте, да, извините. Посейдону. Он бог моря. Поэтому, если он создал сейчас море, понятно, что это он. И на этом мы остановимся. Они испугались, потому что поняли, что это действительно из-за него. И по поводу того, как его бросят в море, и по поводу рыбы, это мы уже будем в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok